На самом деле, как раз таки, Корректор, вам все понятно, я вот здесь как раз хотел бы говорить о том, что нам непонятно. Я вчера думал сделать нам такой доклад, не столько научный, а больше развлекательный, потому что в конце дня уже тяжело сидеть, уже гипоксия, все устали. И решил так, знаете, мне что-то навеяло, я не знаю, про эти 17 сновидений, цитата какая-то в голову заскочила, и я по аналогии с этим буду проводить в качестве развлечения. Но вот что касательно подслизистых, что мы вообще не знаем, это вообще в целом проблема для пациентов, то есть это есть такая проблема подслизистых образований или нет, потому как всю жизнь, ну всю жизнь, вроде не такой еще старый, но вот я прекрасно помню, времена, когда подслизистые, не такой старый. Так когда эти образования говорят, ну придите к нам через год, через два, там, они вообще не стоит на это какое-то внимание обращать. Так вот, в основном, как бы до сих пор витает такое мнение в эстокатической руках, что это никакая не проблема, и не стоит сильно на этом заморачиваться. И как вот в анекдотах про уже озвученного героя, да, может быть все-таки включить свет, не стоит в этих потемках находиться, мы не видим, что там на самом деле находится в этой подслизистой форме, не понимая, о чем мы говорим. И когда мы анализировали свою, вот, нашу табличку, писали мне, писали пациенты, которые с диагнозом направления подслизистых образований, которые к нам приходили, обследовали, заводили доклада толмуд в электронном виде, посмотрели достаточно большое количество, и 18-12% ошибочный был диагноз. То бишь то, что эндоскопически при гастроскопии трактовали как подслизистого окуха, в 20% таковой не являлось. Каждый пятый – это ошибка. То есть, как мы можем тогда давать какие-то рекомендации пациенту, вообще, в принципе, о дальнейшем действии, о дальнейшем наблюдениях, не мало того, что мы гистологически не знаем, что это такое, так мы вообще, в принципе, не понимаем, есть там подслизистый элемент. Самая частая, конечно, ошибка – это когда там вообще нет никакого подслизистого, когда часто принимаются долгоселезеночные артерии из-за подслизистого произдавления, вдобавшие доли селезенки и так далее. Но бывают и обратные истории. И поэтому, как бы, такой тезис номер один, что подслизистый образование – это ни в коем случае не диагноз, это не заключение, это всего лишь отклонение от нормы. И здесь, как у вас говорил товарищ Мюллер, я с ним абсолютно собидаю, что никому не залезли только себе в данной ситуации, подслизистый опухоль – это не диагноз. Ну и, как-то, пару веселых историй, которые запоминаются. Вот, пациент пришла, пришла пациентка с диагнозом подслизистого опухоль. Что бы вы думали, что это такое? Желочная пузырь. Нет, это метастаз рака прямой кишки, Т2Н0М1 из печени. Почти угадал. Да, но при этом диагноз зазвучал именно так. Вот такое образование, которое, в отличие от предыдущих, оно хотя бы большое было. Вот здесь такое образование, вроде подвижное, также диагноз направительный подслизистый опухоль. Но, что вы думали, это... Желочная пузырь. Нет. Это коцерматоз. Ракоичненько. Поэтому... Но ортологическое учреждение. Ну, кажется, пузырей нет. Нет, они уже отрыданы в неоркологическом учреждении. Вот, поэтому вот такое образование, конечно, глядя на него, не складывается никакой угрозы для пациента. Глядя на него, можно ничего не подумать. Но, причем, эти пациенты, ну, по крайней мере, та, которая с кремочкой, это была бессимптомная абсолютно опухоль. И, собственно говоря, уже при обследовании она выявлена. Когда здесь вот это образование, вот оно, собственно, на УЗИ, узел, видно, что никакой никак не связан с стенкой желудка. То есть это просто рядом расположенный узел, когда уже делали КТ, конечно, уже увидели просто мотоз, изменения по всему животному. Поэтому допущение — это риски. Риски не нужны, в первую очередь, для пациента. Вот это упущение — это мать всех проблем. Соответственно, все подследистки опухоли все-таки требуют до обследования. Как минимум, эндосонография, то, что нужно сделать, посмотреть вообще из желудка и нежелудка. Что, откуда это все? Ведь много среди сперечных подследисток образования, которые встречаются из локачных образований. Все-таки и гиссон, и друг локачный опухоль, и тотелимфома могут быть, и все возможные метастазы. Не так все это радужно зачастую. И вот то, что мы говорили на гиссон, конечно, самая частая, злокачественная, по сути дела, желудка, стромальная. В основном она отличается. Остальные — значительно-значительно реже. Кстати, самое начальное социально для вас последняя фраза. 27 случаев нормализации железы, а при том, что он токсик — 14%. Какой риск нормализации? Ну, он есть, но либо еще. 27 случаев, да, это еще я снова описано. Все последствия образования требуют до обследования, опять-таки. Поэтому это не ерунда, как говорил товарищ Мюллер. По нашей табличке мы посмотрели, и получилось, что после обследования у нас 2% пациентов имели, скажем, утяжеление диагноза. То есть когда они приходили с неким последствием образованием, ну, там мы не говорим гиссон и гиссон, но в конечном счете оказывается, что у них это карцинома, то есть именно уже рак, это не гастронистная астрономальная уход была, а именно раки. То есть это были метастазы, вот эти аморкозные вызвали, и, то есть много-мало, всего 2%, но тем не менее, вот если бы мы подошли, как изначально, когда-то эта тактика была принята, давайте наблюдать его, вполне возможно, это, конечно, бы не повлияло бы на их судьбу. Что касается киссон, все рекомендации мировые абсолютно, в общем, сходятся в одном, потому что гастронистная астрономальная ухода желудка более 2 см подвижит удаление, независимо, в общем, по большому счету, от ее методической активности, потому как, собственно, и проверить, мы это можем только удалить ее с долг, мы достоверно это не можем понять. Есть расхождение, потому что некоторые говорят, все верифицированные надо удалять, некоторые говорят, что только это более 2 см, но от 2 абсолютно вся следовательно требует удаления. Но тут тоже есть определенная дискутабельность, потому что вроде бы, вроде бы 2 см действительно редко дает какие-то метаспазы, редко видят себя как злокачественные. С другой стороны, если посмотреть на некоторые работы, когда там, например, на данной работе было, на отопсии было, ну, по поводу рака оперировали адренокарциномы, пищевода или пиццоклеточного, в кардии на 150 резекции вы на 10% выявили микро ГИСО. 47, как на микро ГИСО. Это частая находка, это очень часто микро. Их много. То бишь, когда мы видим уже то, что глазом видим, это уже не микро. Они уже выросли почему-то. Какова дальнейшая судьба этих образований? Это большой вопрос. Мы не знаем. Вот это естественная история развития, как быстро нам будет расти. Искачка разно, плавно. Это абсолютно неизученный вопрос. И непонятно. То есть они уже, в принципе, выросли. Если они уже выросли, может быть, к ним подходить, как те, кто там растут, и все-таки их удалять тогда, а не дожидаться 2 см, например, если мы говорим полуторастями, к примеру. Но это крайне диспутабельный вопрос. Вот здесь. С одной стороны у нас гастеринстромальная опухоль, которая меньше 2 см, и она сантиметровая. Ее не показано, как было основного удалять. Справа у нас маленькая популярная дунова, которая, ну, где-то миллиметра три, которая показана всеми гориллянными удалями. Я понимаю, что это несравнимые вещи, но с точки зрения риска для конкретного индивидуума и тот, и другой вариант представляют, ну, ничтоженно мало с точки зрения переходов к арциному. Но тактика абсолютно разная. Не совсем это для меня логично и понятно, и, конечно, безусловно, здесь... Почему это правильно? Потому что риск операции все-таки разный. Все-таки удалить этот полив, ну, осложнение бывает, но ничтоженно мало. А вот удалить, например, полностенное сделать, мы, конечно, получим более-менее значимый процент каких-то осложнений. Все-таки это типичная резекция органов. Но как все-таки к этому относиться, как поступать, ну, я вот, откровенно говоря, не знаю. Но, с одной стороны, занимаясь этой проблемой, при этом этих больных, на самом деле, весьма позитивное впечатление от эндоскопических операций. Мало осложнений, более таких фатальных, и, в общем-то, к ним потихоньку мы к этому начинаем относиться все проще. И поэтому иногда, вроде как, проще удалить, а не наблюдать вот это маленькое автомальное образование. То, что уже Игорь Павлович показывал, да, вот эта табличка, которая в желудке там меньше пяти метозов, маленькая активность, 0% метастаза. А вот здесь, когда высокоактивные, менее двух сантиметров, просто нет данных. Такие образования крайне редки. И судить по рискам, по сути дела, мы не можем. Дают ноль, но с оговоркой там, с ноской, о том, что просто мало случаев. Оценить по биопсии, по визуальным характеристикам достоверной ее активности, честно говоря, проблематично. Поэтому такой всегда идет баланс определенный. Что делать? Очень диспутабельный этот вопрос. Надо, не надо их оперировать, наблюдать, как их биопсировать. Все равно ответов досконально нет. Но важна вот эта эндосонография. Я считаю, как сказал, что их всем надо сделать. Эндокузина позволяет намного больше понятия об этих образованиях. В первую очередь, конечно, понять условия. Что это, что там вообще такое лежит? Связано это с системой желудка? Не связано. Вот как здесь данное образование, вот такое небольшое, где-то примерно полтора сантиметра. И, ну, вот что-то не запустилось. Но, однако, по сонографии мы видим это образование совершенно большего диаметра положено за пределами стенки. То есть это такая верхушка айферка. И тут уже, если мы так визуально попытаемся оценить, опять-таки про те два сантиметра думая, можно сказать, что ничего не надо делать. Даже если у вас травмальный опухоль, ничего не делают. На самом деле она более двух сантиметров. И тут уже встанет вопрос, может, все-таки тогда удалить, все-таки это потенциально злокачественная опухоль. Ну, точно так же, как вот вариант такой, это, конечно, не так часто встречается, но вот висит в таком образовании, казалось бы, ножка очень похожа. Однако на сонографии такая гантелиобразный рост и узел расположен еще вне, за пределами органа. И здесь понятно, что просто накинуть петлю, как иногда хочется, даже и видят такие варианты на демонстрациях, когда накидывают петлю, нельзя. Это, ну, по сути, процедив, поставляем опухоль, причем создаем угрозу кровотечения. Ну, и в тессонографии действительно есть критерии определенные, когда мы можем заподозрить вот этот сантиметральный опухоль. То есть есть неровные границы, кислотные полости, изъяснение, эхогенный флор. В основном мы говорим не о гиперэхогенах, а о анахогенах. Гиперэхогенные, они как раз-таки больше характерны для неактивных опухолей, в основном, линиома. Фиброз возникает, активно выходит гиперэхогенные участки разряжения либо вообще анахогенная зона распада. И гидрогенность вот эта как бы гипер-гипер, она как раз-таки больше характерна для активных образований, когда в данном случае есть вот, видите, зона, где извязление, гиперэхогена, есть такая модулярность ее, гиперэхогена. Это, конечно, критерий типичный для гастеринственной анастромальной опухоли, желудка. Ну и как здесь, видите, вот точно так же зона, по сути, распада. А вот здесь однородная, это анастромальная опухоль, она весьма однородная, без этих очагов. Но, тем не менее, здесь после удаления дали гисо. Кстати, КТ здесь давала лимфоузел вообще, прилежащий к желудку. И только по индузии мы сказали, что это исходит из стенки. Поэтому сонография, с точки зрения определения слоя, откуда исходит образование, конечно, диминирует и крайне важно. Вот редкий вариант, честно говоря, один раз только всего встретился, это стенка, у которой гисо было огромное и имело форму кисты, то есть тонкая стенка, это самообразование полностью заполнено на лизированной кровью, сама была такая, как киста. Собственно говоря, изначально я ошибся, написавшись это киста, заподозрил, что это травматического характера, тем более, что я писала, там падение с лошадей, там какое-то было. Но в конечном счете это оказалось гастерной инстанцией с тромолевкой, только такой вот кистозный тип сходящей желудкой. Здесь, подняв свои фотографии, как бы индузии, когда я узнал уже после спарта, после оперативного решения об ошибке, посмотрел, и здесь действительно видно, что это сходит из мышцы, сам же я видел. Но тем не менее, индузия это тоже не всегда решение проблем глубернейших кислот. Мы когда заняли, сначала у нас такой вот прям подъем национальный, нам казалось, что все понятно уже. Мы стали понимать кислор или миома, вот вроде бы все так очевидно и понятно, когда опедки реанализировали свои данные, посмотрели, что лишь в 72% подтвердился ГИСОР. Да, здесь есть вот из этих, кстати, пациентов, которым отправили операцию с этим диализом, ГИСОР или в ЕСИНИ, здесь человек 20, который просто, это уже такая старая история, по базе, атероспективно мы не отследили гистологию, не остались на обручном режиме, мы просто сейчас готовились, не подняли эти данные. То есть еще погрешность есть, но пускай даже не в 20 всего окажутся ГИСОР, тем не менее, то есть только пускай 70-75% мы оказались вправо, остальные образования не были с тромальной нокухой, атероспективно, по сути дела, ну я не буду говорить зря, потому что в некоторых случаях были показания исходя из изъездлений, вернее, исходя из размеров больших, изъездлений нет, это все с тромальной, как я говорил, но тем не менее, не всегда по индуизиму можно достоверно говорить о том, что это с тромальной организацией, с тромальной нокухой или нет. И да, еще момент, что у нас 30-дневная летальность окропилена у всех нулевая, никто не погибал после вмешательства как эндоскопических, так хирургических связанных с резекцией. При наблюдении, при рюсировании тоже у него кого не было, лишь у одной пациентки было увеличение размеров динамики, ее Сан Саныч пропелировал, насколько я знаю, достанется. Ну вот, а также были случаи, когда эндозит, ну скажем так, забивала немножко на столб, когда мы видим здесь образование исходящее из, как показалось, мускуляриз мукозы, гипрохогенная, вот такой шарик с зоной распада, то есть туда продвольт, здесь, ну, может быть, как раз это попало, эта пациентка была на волне определенных энтузиазм от возможностей эндоскопии, при последствии так, по крайней мере, ну, надо же, какой интересный жизнь из слизистой полоски, что редко бывает. Вот он, собственно, так и выглядел эндоскопически, как и так бывали, в связи с зрением многократной биопсии ничего не давали. В конечном счете оказалось бы, клеточный нюхомок в окончательном заключении гистологии. Пациентка, вот недавнешний случай, вот такое подслезистообразование при пилорической зоне, антральный отдел, неизмененное слизистое, достаточно крупное образование, по эндозии как бы ГИСО, ГИСО во время операции, эндоскопическое удаление, видно, что когда на скрепочную полость, во-первых, капсулы, как такого, мы не увидели типичный ГИСО, но и здесь на сирозе, такой участок, совершенно нетипичный на какого-то наросту, мы даже не поняли, что это такое, заключением отхологов, нейроэндокринная опухоль. Крайне неожиданный абсурдат, потому что все это и нейроэндокринная опухоль, в основном они растут в просвет, имеете типичный вид, сосуды, желтоватые, в массе своей, они вот именно такие, хотя встречаются и вот подобные варианты, которые могут располагаться по сути дела в мышцах, вырастать, и это, ну вот скажем так, может стать неким таким сюрпризом. В то время как эндозии картинка очень похожа, конкретно данной пациентки была на гастронисторе с нормального опухоль, потому что чаще всего нейроэндокринная опухоль, они более гипохогенные, более гумагенные, немножко так и отличаются, но вот не всегда, по крайней в данном случае мы ошиблись, как, например, вот здесь можно как раз было бы тоже эндоскопически не обязательно думать о нейроэндокринной опухоле, можно думать, например, о линфоме, о чем-то еще, кистология не давала верификации, однако вот как раз таки более-менее типичная эндозия картинка для нейроэндокринной гипохогены с черными контурами, очень явно, и здесь можно как раз понимать, что это не эндокринная опухоль. Ну вот мы посмотрели, казалось бы, ну мы поняли, где она растет, как она растет, так может быть, возьмем, да, и отрежем, собственно говоря, и тоже решение проблемы мы, кстати, сделали, удалили, удалили, и, собственно, это решение проблемы поставили, пускай это назовем расширенные биомиссии, да, мы определили, что это за опухоль, но с другой стороны решают, вот как наши классики говорили, что учиться во время боя препятствия на поражение, то есть все-таки надо понимать, что у нас перед нами расположены, у нас были свои ошибки, слава Богу, уже давно они повторялись, и сегодня вот выводы, как здесь, в случае, когда три раза верификация не давала ничего, вот такое округлообразование с изделением, с кровотечением, безструктурный участок центра, в краях абсолютно измененная слизистая эндозия, вот такой шарик, связанный с мышцей, то есть, собственно говоря, мы заподобили, что это ГИСО, плотное, которое по биопсильной верификации просто не давалось для достаточного материала, выполнили продольную резекцию, ну и получили аденокарциному, нисходительнициированную, понятно, что это не радикальное лечение было, но вот пациенту, конечно, пришлось переопелировать в последующем. Здесь образование также было неоднократно биопсировано, как у нас, так не у нас, ну, не менее, я не помню точно, но это трижды попытка верифицировать, чтобы была выполнена ничего безуспешно, на индузии вот такой гипохогеный, неоднородное, вернее, так, образование, в основном, лежащая за пределы, такой внеорганный рост, здесь который варит нижней нём слизистой, также был заподоблен ГИСО, выполнена резекция желудка, поскольку зона не позволяла другой какой-то операции сделать, нижнюю деференцирование, вернее, у меня резинцированная адемно-карцинол. Дедуальная инфодисекция не выполнена в этой ситуации, поскольку шли на GIST, и, соответственно, объем инфодисекции не был адекватен для паркологического стандарта. Соответственно, как бы такой тезис, что все изъявленные образования требуют обязательно дооперационной верификации, и, ну, по крайней мере, я понимаю, что это тоже такое, может быть, если что-то категоричное заявление, как и в КАО, трижды брали, трижды не получилось, собственно, что делать, но мне кажется, что здесь надо именно упорствовать при изъявлении, получать верификацию, кстати, сегодняшнее образование было верифицировано из-за этого изъявления как астрономального опыта. Пункция. Ну, Юрий Павлович так вот мельком сказал о том, что там все, в общем-то, это делается, и все все знают. На самом деле, я не знаю, кто по КАО, многие пункции в регионах, даже не у вас, а у кого в регионах, делают пункции последствия образования. Итак, не вижу рук. Юрий Павлович ушел, он бы, наверное, поднял. Он не выполняет все это действие. Но всем выполняет. Ну, всем выполняет. Всем. Я не сторонник, могу сразу сказать, этой методике. Но, тем не менее, время от времени мы это делаем. Вот здесь образование не очень четко видно. Но видно вот это мышечные слои. Образование, по сути дела, выходит за него. И здесь оно не имеет четких контуров. Оно очень было похоже первоначально на астрономальном, что смутило. Достаточно воздействие их два. Как-то вот мы засомневались. Пациентка очень хотела фрегулироваться. Он настаивал на операции даже. Но что там, вот мы засомневались. И при пункции мы получили, собственно говоря, нечто или иное, как объект на природу железу. Соответственно, просто осталось под наблюдением. Но могу сказать, что мы пунктируем очень редко, мало. И наше... Но при образовании более трех сантиметров, в принципе, мы всех получили результат, надо сказать. Хотя этих пункций было там всего, может быть, пять. Если образования маленькие, там полтора до двух сантиметров, мы не получали с них, как правило, верификации. Это сложно, они подвижны. Мы, правда, капсулы, мы, по сути, оставались без диагноза. Если посмотреть вообще литературные данные, то эффективность тонкоигольной биопсии, как правило, где-то там 60-70% всего. Хотя, если работы, которые говорят, что если цитолог сети рядом, вы тихаете иглу, пока не получите материал, то это свыше 90-е надо получать. Но, опять-таки, вроде как, это дорого. Надо ли это делать? Я вот спросил, на самом деле удаляйте последствия образования. Иван Георгиевич тоже вроде бы удаляет. Ну, не всегда, конечно, как мы знаем. Но вот никто из них не юридицирует. То есть, это основа возникнет в других критериях. Более того, если посмотреть, потерифицировать, то образование, наверное, растет, такое взауженное основание, вне органа. Нам, чтобы пройти иглой, надо проходить через эту ножку, вон, для цепок попасть. Если мы пойдем вот так насквозь, мы повреждаем капсулу, есть риск повреждения капсулы. То есть, с одной стороны, приучение, диссиминация процесса. И это, как бы, уже не соответствует антологическим критериям. Трипан биопсидистов крайне не рекомендуют делать. Это ведет к диссиминированию процесса. То ингрегольное, конечно, менее травматично, но, тем не менее, проходить таким образом тоже не рекомендуется. И, более того, недостоверно, если неизвестен случай, в Петербурге, когда это было сделано, вот именно в такой ситуации, повреждение капсулы, кровотечение, абсцесс, сепсис и летальный исход. Вот вам и тонкоигольное биопси. Поэтому не все такие биопси безопасны. Нельзя говорить об этом как просто вопрос денег-неденег. И оно может привести к себе какие-то проблемы. Но при этом, с другой стороны, если нам КТ говорит, а у нас КТ, в общем-то, хорошо работает, например, наш мучитель деменький чтеньков, сами пишут, это лениом, это ДИСО, это аденокарциномы и так далее. То есть они очень неплохую кривиацию дают. Но вот здесь, мне кажется, тонкоигольная функция целесообразна, когда у нас есть диссонанс между ними методами, то есть когда нет согласия, они, например, говорят одно на другое, здесь действительно можно выполнить. А тут последняя фраза, это потому что я, в общем-то, всегда был противником кому, тонкоигольной биопси, но тем не менее иногда я, в общем-то, признаю, что это, наверное, делать надо, как в данном случае. Вот такое образование. И у нас уже так руки зачесались, эндоскопически это удалить. Но, как и нам сказали, ребята, это ДИСО совсем не похоже. И мы делали индуизи. Ну, действительно, сложно было отследить какую-то вот связь мышц, она плотно прилежит, но четко основание было не вывести, вот такой вот узел. Ну вот, пропунктировали мы его и получили нормальную ткань печени. То есть это просто узел такого испечения так вот симулировал под собой подслизовое образование и хорошо не стали удалять. Были бы, я думаю, проблемы. КТР, при всем при этом, они хорошо нам действительно пишут, что это подслизовое, не подслизовое, на что это похоже. Но на самом деле они не видят слой, откуда исходит, они часто ошибаются. Это прилежащее, это нисходящее, то есть если оно там хоть зауженные основания имеет. Но тем не менее, если посмотреть, у них есть критерии, описанные, но очень и очень мало работ. То есть пытаясь найти к этому докладу какие-то данные по КТР, честно говоря, единичные, в основном они пишут про метастазы, про верификацию чувствительность метода для определения тип диагноза, или миома, GIST, ну практически таких работ нет. Очень мало. И все работы, которые находятся, они всегда как крупных образований, то есть от 5 сантиметров. Они показывают неплохие результаты, хотя 60-90% парируется чувствительность тоже как относится. 90% вроде хорошо, 60% вроде как и не очень. Поэтому КТ, несмотря на все достижения этого метода, наверное, тоже сейчас рассматривать как единственный метод критерия невозможного оценки последствий ступок упали. А такие методы я сегодня так, крайне послышал Леонид Аказово, так как я вам звучал, а по их контрастированию. Тоже интересная методика, потому что именно по КТ говорят, что они немножко по-разному накапливают контрасты, леониды и джесты. Они не могут сейчас дать четкие корреляции, это говорит просто неравномерность накапления контраста, вполне возможно индуизия в какой-то степени сможет здесь себя тоже как-то изъява перетянуть о эфро-контрастировании, но это идут исследования, никаких нервных работных в счет сейчас нету. Ну и как объективы этот классик, тогда, поменяется первая и последняя фраза, лучше всего поймем в конце, просто причисление обцетезиса, который я случил сегодня, что те образования надо дообследовать, и ЭЛС и КТ обязательно должны находиться на датке, то другой метод обязательно, если вы человек выставляете последствия образования, изделенное, надо обязательно стараться идентифицировать. Конечно, селусь исключения, но все-таки это такой тезис, что надо, если зряется, надо пытаться это делать. Тонко-ибольный биопси, наверное, не является такой, не обязательно выбором, все-таки, моего понимания, но если есть расхождение даток, если это повлияет на дальнейшую тактику, если вы считаете, что, например, оперировать надо, пациенту говорить не хочу, или наоборот, скорее даже, специалист настаивает выборить и не надо доказать рефикацию, что можно было обсудить более детально, наверное, имеет смысл прогрессировать прийти к какому-то более нервному диагону. Поэтому, собственно говоря, спасибо. Будете мучить вопрос незаглушенного? Нет, что? А вы на них ответили в докладе про наши отношения к М7 к Фреду Фредсору. На самом деле, там было две строчки, по-моему, в слайде. По сути, дело одна, что если меняет тактику, как может быть, и тактику, а, наверное, есть цель собраться. Вся тот, это одно из случаев. Ну да, это схоже, когда это нужно и дорого, и малоэффективно, и, как правило, бесполезно. Если есть подозрение, мне наш Тарик, что это образование будет прогрессироваться в голене, тогда, возможно, им есть смысл прогрессировать. Потому что одно дело прогрессировать, не более прогрессировать с утром. Потому что одно дело на биопсию, одно дело удаясь ремиомой и прогрессировать, на биопсию. Ну, я тут на это отвечу так. Я с посылом согласен, но не согласен с тем, что реально, когда мы идем на какое-то удаление образования, мы никогда не планируем его удалять в туннеле. Мы всегда его удаляем в желудок и только потом фрагментируем. Поэтому и не было таких ситуаций, что мы в желудке фрагментировали. Пищеводит другое дело. Там мы иногда на это идем, потому что нам не хватает объема завернуться за обухой аминдоскопом, но там из проблем ИГИСО практически не стоит. Это реальная ситуация. Ну, там может быть, да, в желудке. Я не вижу здесь таких моментов, потому что мы в основном либо туда полностерно идем, чтобы выучить, зашить, и потом уже фрагментировать. А туннелем это более удобное образование, которое реально может. Наверное, может такой случиться, но не было пока. Нет, в принципе, а в остальных случаях, наверное, в общем-то, и не имеется. Нет, думаю, что нет. Ну, нельзя вопрос, может, не в этом, что нет, а в общем, про них случится, конечно, эндаузи не совершенную методику. И люди испытывают, что они прислали эндаузи, и посмотрели, все странно с этого. Ну, да, что касается последствий, можно свойствовать то еще. И то не всегда. Бывает. Да. Эхогенность, ну и что это, так как это, все черное, белое или антихогенное? Нет, дает, дает вероятность. Но вся вероятность, это вот, это тоже, наиболее вероятность, это наиболее вероятность. С точки зрения решения судьбы пациента, это, конечно, недостаточно. В плане садоката, измельчает, в плане садоката, тахотой больше дает информацию. Ну, то есть, ты посмотрел, увидел, вот тебе гротки, вот тебе аутор, вот тебе форма образования. Все-таки эндрузии, особенно кондекс, не дает информации. Кондекс нет, но мы, кстати говоря, кондекс мы не оценим. У нас есть, у нас есть, у многих, кстати, кто за акцент говорится, послушал, я вообще не могу так сказать, неудобно. Советание с вами. Ну, я практически советание, я просто, то есть, прекрасно слушаю дискуссию между двумя людьми, которые готовы и могут удалить всегда все эндоскопически. Дело в том, что эндосонография, да, она не идеальна. Это понятно. И когда говорили о подследственном образовании, первично основным целью эндосонографии и подследственного образования являлась первичь. Во-первых, из какого слоя он растет, чтобы понять, возможно ли его убрать диссерции обычные, да, либо, если осмотреть на уже в дальнейшем при развитии в дальнейшем, да, каких-то технологий, возможно ли оно подходит под выполнение методики туннельного удаления, да. Сейчас в руках коллега Лисыча Лисанца Александровича, мы пока не очень увлекаемся этим, честно скажу, да, то есть в принципе уже не важно вообще, из какого слоя оно растет, безвязывается или не безвязывается. Видели оно матрешки, там на свои две трети выходят крючную полость, все равно есть полнослойная резерция, повестка и руки Олега Борисовича. Тогда, действительно, в данной ситуации получается, что по сути дела вам индузит припаслист уже, наверное, нужно. Главное, сколько не оказался желчный пузырь, но у вас так не бывает. То есть, грубо говоря, задача индузит становится установить связь этого новообразования с желудком, по сути. Нет, ну я не совсем согласен, потому как все-таки, как я сказал, планировать операцию надо до, заранее, и готовиться, идти на полностенную резерцию всегда, но это, на вызову, неоправданно, она более рискованна, чем туннельная, она более затратная, и это не нужно. Если можно делать туннель, надо делать туннель, а в этом случае надо четко понимать, какой слой связан с ним в слизистой или несвязанной. Поэтому все равно это влияет на тактику принятие стратегии. Конечно, в общем, крайне важно понять, что это временно желудок, а не соседний орган, который нам не надо... хотя угодно точно через желудок тоже убирает. Отпускать не было ТИСО и Аденома. Откуда вы знаете, что ТИСО? А в данном случае я просто его удалил, не знаю. Я поэтому и спросил, что на самом деле еще и слайд, потому что, реально, по факту, мы же иметь... рекомендации не конечно, что ТИСО полетно удалить не нужно. Не нужно удалить постыдистые образования меньше двух сантиметров. Нет, некоторые рекомендации, почему? ЭСМО говорит о том, что именно ГИСО менее двух сантиметров мы имеем наблюдения. Ладно. Нет, они говорят о том, что если им менее двух сантиметров, мне нужно узнавать, что это образование. А если больше не нужно, то что узнавать, то мы удалим. То есть, в принципе, если мы знаем, что сантиметров ГИСО, то все нужно. ГИСО так не говорит. ЭСМО так не говорит. Не говорит, но смысл-то в этом. Ну, по сути. В чем и смысл, надо не спросить, потому как в японский Кай-20 именно так и написано. Если верифицировано, любой ГИСО верифицированный независимый отраган требует удаления. Канадцы говорят, все удалять. То есть, это от общества к обществу. То, как вы их интерпретируете, сложно будет с них договориться. Ну, да. Но, если это по поводу времен, вот были доклады у Репорта, они, конечно, не желудки, по крайней мере, совершенно недолгивые, но, видимо, все, на концу. Потому что у нас желудки мало, и там мы... Ну, и вопрос, куда мы прочитаем кардию? Ну, вот только кардию. Потому что, если мы относимся к пищеводу, что более, наверное, правда, у нас позиции, как раков, сейчас об этом все говорят, стратегии, как адренокардиюционного, да, адренокардиюционного пищевода, адренокардиюционного. Последствия, собственно, тенденция, мы видим то же самое, что в основном отделение ума. Причем, по этой структуре, по визуально-макроскопичке не очень похоже на то, что мы находим в пищеводе. ГИСО в кардии, вот как сегодня, это, ну, достаточно это явление. Ну, они добрые, как я и с вами. А может, доброе здесь, от них их не осуществлю. Я и с них не буду. Давайте посмотрим на часы, вопросов, кроме как Руслан Саныч, наверное, хотя бы эти дискуссии, мне кажется, если сейчас потихонечку все заберем вещи, уйдем, они продолжим. Это бесконечно. Нет, мы, конечно, их не бросим, потому что это всегда очень интересно послушать, но я думаю, мы и так уже продолжим, про форму и... Давайте. Спасибо большое за доклад, за весь день. Наверное, вам, собственно, как главному организатору и завершающее слово, какое у нас сегодня. Организаторы там, где-то ходят. Ну, безусловно, спасибо, что приехали, пришли, засидели. Очень много соблазнов в такое прекрасное время. Петербург, белые ночи, холодное пиво, отличная погода, но, тем не менее, люди, тропные к медицине, все-таки приходят послушать медицину. Это ценно, и поэтому большое спасибо всем, кто сегодня был с нами, и, в первую очередь, тем, кто помогал все это делать, так или иначе, привожу свои слова. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ